Отправная точка нового экскурсионного маршрута Ундоровского палеонтологического музея «Онсам». Здесь собрана богатейшая коллекция останков морских рептилий и моллюсков, наиболее полная в России. Благодаря местным находкам был выделен даже отдельный род ихтиозавров – ундорозавры. Все они обнаружены на городиченском разрезе. К слову, это одно из самых широких мест между берегами Волги – 39 километров. Другого берега не видно. Вот как-то так. Сюда можно подобраться. Затыви. А еще новый маршрут считается самым сложным из всех ундоровских. Почти 17 километров пешком. И местами труднодоступный. Но только не студентам географического факультета педуниверситета. Они первые осваивают этот маршрут. Но не считая нашей съемочной группы. Так проходит их практика. А это мы уже успели найти отпечаток аммонита. Это древние головоногие моллюски, обитавшие в море Юрского периода. Весь берег здесь усыпан горючим сланцем. Это окаменелые водоросли древнего моря Юрского периода. По сути, я стою на его дне. Впервые изучение ундорозаврских геологических обнажений было начато академиком Петром Паласом еще в 1768 году. Его заинтересовали шиферные уголья. То есть, тот самый сланец. Свои геологические изыскания здесь вел и Николай Языков, симбирский помещик и поэт. Сегодня городичинский разрез имеет большее значение. Чем интересен этот разрез? Здесь на поверхность выходят эталонные действительно слои для Волжского века. То есть, Юрский период подразделяется на ряд веков. И вот самым последним веком является Волжский век так называемый. По всему миру расположены эталоны, то есть геологические разрезы, которые характеризуют данное время. И за эталон Волжского яруса принят именно городичинский разрез. На разрезе регулярно проходят различные исследования, как российских, так и зарубежных ученых. Основной предмет их споров, где проходят границы мелового и юрского периода. Студенты вузов других регионов здесь также не редкость. Через слои горючего сланца проходит вода, и она становится минеральной. То есть, тут много содержится железа, и с помощью этого вода минерализуется. Ундры также славятся своими родниками. По всей курортной зоне их восемь. Самый полезный – это главный родник. Он обладает хорошим минеральным составом. Вода в нем достаточно сильно ожелезина, так как проходит через слои горючего сланца. В Ундровский маршрут также входит Старостин пруд, храм Воскресения Христова, оборонительные валы болгарского городища, долины кристаллов и многое другое. Все это стоит увидеть воочию. Проверено на себе. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Продолжение следует...